Привлечь как можно больше молодежи к занятиям альпинизмом и популяризировать его в районах региона. Такие цели ставят перед собой тюменские представители этого вида спорта. Они начали реализацию президентского гранта с названием «Развиваем альпинизм в Тюменской области». Алексей Козлов подробнее. Десять минут найти человека. Никаких ограничений нет. Как искать начальник зондирования Миша? Он знает. Это часть практического семинара в горах Урала. У подножья и ремели новички в альпинизме получают базовые знания и навыки. Например, как пользоваться лавинными датчиками. В случае схода снега или падения участника восхождения со склона они могут спасти жизнь. Сейчас, допустим, если я включу второй датчик такой, он будет показывать сколько до него метров. Сейчас вокруг датчиков нет, он показывает ноль. Опять передаю и поехал кататься или пошел на восхождение. После начинается поиск с помощью лавинного зонда. Мы учим людей обращаться к настоящим снаряжениям. Снаряжение, которое, наверное, есть не у каждого, к сожалению, но мы прививаем эту дисциплину, чтобы человек понимал, что если он идет куда-то кататься или идет куда-то в горы, у него должен быть какой-то минимальный набор, так сказать, человека, который вышел на снежный склон. Каждый склон потенциально опасен. Вот такой семинар у нас прошел, и он еще будет повторяться несколько раз в течение всего проекта. Еще одно направление – бесплатные занятия на скалодроме в легкоатлетическом Манеже. Начались они в сентябре, их посетили больше 200 человек. Планы масштабные – распространить этот спорт в районной области. Для этого нужно подготовить тренеров, оборудовать скалодромы. Проведен осмотр всех скалодромов и тренажеров, которые есть в области, это в городе Ишим, это Заводуковск, Елуторовск, получается, Тобольск, еще ряд, получается, районов, да, где хоть что-то подобное, похожее на скалодром есть. Мы все проехали, посмотрели, сделали технический осмотр, сделали заключение на эти скалодромы и дооборудовали то, что требуется. Проект стартовал в сентябре и продлится год. К сотрудничеству привлекли больше десятка тренеров из районов области. Школьники тоже заинтересовались, но из-за пандемии пока обучение идет дистанционно. При благоприятных условиях тренеры и их воспитанники смогут поучаствовать в чемпионате и первенстве Тюменской области по альпинизму в феврале 2021-го. Алексей Козлов, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.